Гарри Табах К нам в Майами приехала группа наших героев Вот три героя сидят перед вами Я, наверное, дам, чтобы они сами рассказали про себя и чем они занимаются Это очень хорошая и ответственная организация, которая занимается помощью раненых наших солдат для лечения В описании есть все, чем вы можете помочь, каждый может помочь Единственное, что я не хочу слышать, а там все разворовывается, там одна коррупция, я не доверяю Не доверяйте, не надо, и меня тоже не сообщайте И без вас я знаю, что есть и коррупция, и воровство, и придурки, и подонки, и все остальное Но это не значит, что мы должны останавливаться или бросать наших ребят Они не бросили нас, и вас, и пошли туда Так что давай начнем, наверное, с командира этого отряда, с Ириной Ирина, расскажите, пожалуйста, про свою организацию Добрый день, меня зовут Ира Ващук Я с Ирпеня Это Киевская область Наверное, уже все знают, что это город-герой Когда-то давно я уехала в Соединенные Штаты Америки Я мастер спорта Украины, выступала в сборную Украины И таким образом уехала учиться в США Ну, по такой истории своей жизненной я осталась здесь, в Соединенных Штатах И с началом войны в Украине В 2014 году мы начали помогать раненым ребятам Каким образом? Мы привозили их на лечение в США Бесплатное лечение Потом, когда уже нужны были Мы столкнулись с моментом затрат Мы сорганизовались с волонтерами, моими друзьями И открыли фонд Revived Soldiers Ukraine Это случилось в 2015 году И в 2015 году официально привозим тяжелораненых военных украинских ребят На лечение в США И также открыли филиал фонда в Украине И мы помогаем нашим тяжелораненым ребятам в Украине Мы открыли реабилитационный центр Next Step Ukraine 4 года назад За аналогом американского центра Next Step И работаем за их системой, за американское, в Ирпине Мы потеряли наш реабилитационный центр буквально на 2 месяца Но мы выжили И запустились в июне прошлого года Снова на полную И принимаем наших парализованных ребят в Украине Также мы сейчас работаем над открытием второго реабилитационного центра во Львове Сейчас ведутся ремонтные работы Проект на 1,5 миллиона долларов Который мы Revived Soldiers Ukraine уже вложили в этот реабилитационный центр Это будет один из самых лучших реабилитационных центров в Украине С американским и европейским оборудованием С облеченными нашими специалистами-реабилитологами И мы будем продолжать ставить на ноги наших тяжелораненых ребят с колясок С инвалидных колясок А в США мы занимаемся лечением и протезируем тяжелым На сегодняшний момент у нас 11 ребят лечатся в США А в общем нам удалось привезти за вот эти вот Уже скажем 8 лет 70 тяжелораненых солдат в США Другой из этих ребят сейчас со мной Это Сергей Андрейшин Город Стрих, Львовская область 103-я бригада Получил ранение приблизительно полгода назад И не смог спортизироваться в Украине У Сергея высокая ампутация ноги Ревард Солдер из Украины Собрали деньги здесь уже и американцы, и украинская диаспора помогают 25 тысяч долларов стоила нам нога, геническая нога То есть колено, которое контролируется с телефона Вот такая аппликация на телефоне даже есть И в общем Сергей может несколько слов сказать Про свое первое протезирование Потому что он не получил протез в Украине И вот как бы наш фонд решил помочь Но ваш фонд государству помогает что-то Нет, нет, нет Украинское, американское государство Все деньги собираются волонтерами Все деньги просто хорошие люди Частные люди, хорошие люди Которым жизни этих молодых ребят не безразличны Да, у нас довольно-таки большая поддержка Вращаться, да И его оставили ногу Да, и в ногу Спасли ногу Спасли ногу от ампутации И это спецотдел призначенец Альпа Вот, то есть мы его нигде не можем как бы и показывать даже, как бы похвастаться результатом вот этим Это колоссальная работа Вот, пожалуйста, еще Артем возле меня сидит Артем Мороз с города Киев 28-я бригада территориальной обороны Артем получил ранение под Херсоном Кроматическая ампутация обоих ног ниже колен Артема мы привезли на двойное протезирование ниже колен И также спортивное протезирование, то есть беговое 16 тысяч долларов нам стоили протезы Четыре ноги для Артема Вот, мы собрали также эти деньги И сейчас проходим протезирование То есть уже получил свои лыжи Да, и уже готов к бегу И поучаствовал в бостонском марафоне В марафоне, отлично Забейте, я вам обещаюсь Забиг на 5 километров И мы уже там Значит, Вадим Свириденко вам известен, да? Да, да Вадима я знаю еще с момента, когда Ему ампутировали одну руку за другой Могу за другой Это санитар Значит, Вадим, как вы знаете, был ранен Он не был ранен, он отморожен был Он был ранен, поэтому он не мог не помочь поддебать И он отморозился, да Вадим получил протезирование здесь, в США Вот, увидел нас первого, как мы помним Вот, и я, ну, вот, рыбайцы, люди, все треники, кстати И помогают нашим ребятам получать такого... Revived Soldiers Ukraine Я еще очень хочу добавить Ред фонд Revived Soldiers Ukraine помогает не только раненым Он помогает швидкими Он помогает коптерами Он помогает брониками на початку, когда это был катастрофический нехваток Он помогает радикам, которые очень важны для оперативных операций Действия, да, военные боевые действия Очень-очень, и, в целом, я так понимаю, это по ценам может превышать даже то, что нас реанимуют и ставят, ну, я так себе выявляю Нам нужно помогать сейчас армии, это очень важно 16 швидких, да? 16? 100 машин мы завезли за прошлый год, из них 50 карет скорой помощи Это одна из партий, но заразов было 16 Да, да, мы завезли партиями большими Также завезли, одна машина была пожарная для аэродрома, для наших пилотов Все донаты, какие, это и наявности, вот все мы Вот донаты Можно подождать, подождать, пощупать, можно примирять, но достаточно не думаю Давайте немножко лишь Сергей Я тоже хочу добавить, в принципе, мне революция в Украине И с помощью Ири дали, можно сказать, новый билет в життя И я могу вольно уже ходить и чувствовать себя снова повнецельной человеком Это, на самом деле, революция в Украине очень сильная и хорошая команда и организация, которая организовывает, помогает нашим войсковым И я очень рад, что она есть, что я сюда попал И я рад, что и хотелось бы, чтобы больше таких организаций, чтобы наши хлопцы получали дополнительные кинцовки и продолжали дальше своё життя И без обмежений, не отмолвали себя ни о чем И чувствовали себя повнецельными людьми Дякую И они делают очень большую вещь, очень много хорошего для наших солдат, воинов и для нашей Украины Сергей, если можно, расскажите, если можно, на русском, потому что большинство моих зрителей, они русскоязычные Это всё самое на русском? Не-не-не, то, что вы сказали, это понятно, в принципе Это любому нормальному человеку, который, понятно, что вы благодарны И Revived Soldier Ukraine И остальным у нас ещё есть один волонтёр, но она очень скромная и не хочет показываться У неё позывной «Чуйка», да Класс! И она очень никогда не любит, когда она попадает в кадр, но она делает очень много тоже Но, Сергей, расскажите, пожалуйста, вы же были гражданский человек, да? Да, и вы пошли добровольцем, как вы оказались в армии? Да, поэтому до войны я работал на строительстве, мы работали и в Европе, и в Израиле, я работал и в Украине Я объездил полу-Украины, мы строили дома, мы строили склады, мы строили мосты Вы были строителем? Я был строителем обычным человеком, как только началась война А что вас подвинуло? Вы могли остаться в Израиле? Вы могли остаться в Европе? В то время я был в Украине, и как бы я принял решение идти до последнего, чтобы не пустить их далее И я пошел... У вас есть семья? Да, у меня есть семья, у меня есть жена, двое детей И я пошел ради их будущего, что мне потом не стыдно было смотреть им в глаза Но могли же дети ваши в Израиле быть, в Польше, вы же везде были Но вы решили все-таки остаться в Украине и воевать за Украину Да Я хочу добавить всем, может кто-то поймет это, может кто-то не поймет Я скажу на украинском, кровь льется недаромно, все будет Украиной Перемога за нами Перемога, мне нравится перемога больше, чем победа Потому что победы не... для вашей мамы это не победа И для тех матерей, чьи сыновья, дочери не вернулись, или те, которые все потеряли А вот перемога, то что выдержали, перемогли, это намного лучшее Я скажу, на самом деле война это очень страшно Это страшно, когда погибают на твоих руках люди, когда видишь парня, который сидел разом с тобой в попе И кричит от боли, добейте меня, потому что такая боль он уже не выдерживает больше Это... на самом деле это очень страшно Но я думаю, что у вас тоже это... Надо быть сильным и тяжело с этим бороться Но я думаю, что у вас тоже это было в голове, когда вы видели свое ранение Было по-разному, и как говорится, ну... никто не может вернуть дочке или сыну их папу, или маме, папе их сына И даже жене, или сестре, или брату Это... это страшно Вы жалеете, что вы пошли? Нет, я не жалею, что я пошел... А если снова надо было сделать? Что бы вы снова пойдете? Если придут на западную основу, я снова пойду Вы стоите уже... Но вам дает это, конечно же, какое-то чувство, что вы не брошены, что есть люди вокруг... Нет, я чувствую поддержку... Поддержку стороны родных, стороны наших... Здесь людей в Штатах, они поддерживают, они помогают... Они занимаются волонтерством, они гуляют с нами... Но я чувствую их поддержку... Мы не есть брошенные... Мы продолжаем жить полноценной жизнью, как жили до этого... Ну, конечно, так не будет, но... Будет еще лучше, вы знаете цену всего этого... Все закончится, и будет все хорошо... Я считаю, что будет лучше, конечно, это возродит Украину, сделает ее сильнее только... Спасибо большое... Дякую... Артем... Но вы тоже, как Сергей, вы в принципе могли... Вы же уехали сначала, насколько я понимаю... Нет, мы эвакуировались... Эвакуировались... И... Строитель... И строитель... Я проект-менеджер... Был для Констрашен... Строил большие участки строительства... Большие... Но вы тоже созидали, а не разрушали... Вы оба... Так все... Созидатели, а не разрушители... Украина развивалась... Шла вперед, вперед, вперед... Пока оккупанты на нас не напали, скажем так... Очень мягко... И... У нас в нашей роте было переполнено на 200% добровольцев... Все были добровольцы... Никого там в первые три, четыре, пять, десять дней войны... Никто за шкирку никого не тянул... Стояли очереди военкомата и пункты сбора... ТРО там и так далее... Просто очереди людей отправляли, записывали номера телефонов... Только потому что не хватало, не успевали формировать... В штаб, командиры там и так далее... Ну... Правдами и неправдами мне удалось попасть... Но оба вы до этого в армии не служили? Я раньше служил... В 2008 году я пошел служить... Я в вас служил один год, срочки... Ну это... Меня там не учили убивать... Ну да... Ну я не служил, на жаль... И у меня не было военной кафедры в институте... Ну... Ну вы пошли... Лидерские качества все равно какие-то сыграли... Если ты был управленцем в гражданское время... То в окопах ты тоже смог себя проявить... Организовать... Как-то... Где-то как-то что-то решить... Где-то что-то надо было добыть... Ну да... И так далее... В первые дни войны... Я имею ввиду, что у вас военного образования, военного опыта до этого не было... Вы были нормальные, обыкновенные гражданские люди... Семь месяцев... Ну... Очень сложно сказать... Сейчас... Нормальные украинские семьи... Сейчас у нас нет украинских семей... У нас все бандеровцы и шеленьи украинцы... Ну я вообще жидо-фашист уже... Так что это... В России считается... Это по-другому там звучит... Ну ладно... Но у вас тоже есть семья, да? Конечно... У меня дочь, сын... Дочь умница... Занимается... В гимназийских... Дняхмол... Четырнадцать ручки... И... Хлопчик через ручки... Занимается карате... Готуется до школы... В Киле... И вы... И дружина дома... Вы... Ну вы... Как бы тоже... Вы вернулись... Вы эвакуировались... Получается... А потом вернулись... И пошли в армию... Пошел... Ну я... Надо было забеспечить своих детей... Их надо было вывести из оккупации... Мы вернулись обратно в Киев... Когда уже стало понятно... Что уже все... Я пошел... И первым делом... Я пошел в первый день же войны... В военкомат... Меня не взяли... Записали номер телефона... И все... И танки по домам надо было выезжать... Другого варианта просто не было... Когда грады у тебя стоят под окнами... И стреляют... Прямо... Наши грады... Защищают Киев... И когда прилетают от ветки... Ну... Других вариантов просто не было... Или эвакуация... Или ждать пока прилетит... А до... Да... Я выполнил свой семейный долг... И пошел выполнять... Свой гражданский долг... А вы каким-то спортом занимались... Или что? До войны... Ну... До войны я постоянно бегал... Для себя... У меня просто... Перед домом лез... Пущие водицы... Я в нем бегал постоянно... До войны я активно занимался спортом... Понедельник, среда, пятница тренажерка... Вторник, четверг... Суббота и воскресенье... Бассейн Бай... Поэтому... А... Когда был на фронте... Мы постоянно копали блиндажи... Атопы... Укрытия... Постоянно... Поэтому... Физическую форму не терял... Даже придя там... Уже получил ранение... И придя там... В спортзал... Даже не ощущал хрипатуры там... И нормально себя чувствовал... Ну вы будете так... Пожалуйста... Теперь вы будете бегать еще быстрее... Вариантов других нет. На новых протезах, беговых, беговых, еще будем быстрее бегать. Есть уже к чему стремиться. Вот бостонский марафон, который прошел 17 апреля. Там как раз Марко из протезного центра, где мы протезируемся, получаем протезирование. Марко занял на двух протезах, беговых занял первое место. У нас есть к чему. У меня есть авторитет, до которого надо дотягивать. Но в следующий год, я думаю, мы бостонский марафон. Надо марафон морской пехоты. Именно марафон. Не за бег, не пять, не десять. А именно марафон принять участие обязательно. Надеюсь, что и в марафоне морской пехоты сможете участвовать. Но смотрите, все-таки вы потеряли две ноги. Вы не жалеете, что такое решение это приняли. Сделали бы по-другому. Не сделаю бы. Если снова было. Понимаете, я горжусь перед своими детьми тем, что я был новым. Вот мои дети считают, что у них папа герой. Ну почему только? Я считаю, что герой тоже. И я герой. Я герой, который считает, что вы герой. Тут не, понимаете, люди, которые были в первые дни войны, пошли на войну, да, добровольцы. Это все абсолютно специфические люди. Они защищали дом, семью, родину, Украину, кучу всего, да. И я уверен, ни один из этих людей, вот кто пришел, сам, даже кого призвали. Просто у нас была уже доукомплектация, ротация, злагоджи. Мы там уже новые ребята приходили из учебок. Уже подготовлены там сертификатами на стингеры, там, джавелины. Уже бумаги выдавали официально. А не так, как мы там на ютубе учились, как из джавелины стрелять в первые дни войны. Но все гордятся тем, что они там и защищают суда. Все, абсолютно все. Все имеют честь и гордость быть и защищать суда. Я вам скажу больше, я вам скажу, что вами гордятся не только украинцы, не только бывшие граждане там или люди, которые жили в Советском Союзе. В вами гордится весь мир. На вас смотрит сегодня весь мир. и понимает ценность жизни, ценность свободы, ценность своих рук, ног, глаз, семьи и так далее. В чем состоит богатство наше. И это вы. Поэтому с вас берут сегодня пример и смотрят на вас весь мир. Не только наши дети или жены, родственники, но много-много людей. Вы даже не представляете себе, сколько. Поэтому мы рады, что вы целы. Еще есть одна замечательная фраза третьего президента США. Свобода – это дерево, которое необходимо поливать кровью патриотов и врагов. Да. Вот, нажали, это так. Свобода – не бесплатная вещь. Freedom is not free, как у нас говорится. И я лично хочу вас поблагодарить, лично сказать, что я очень рад, что вы здоровы, что вы живы и что вы целы. Если кто-то думает, что вы не целы или у вас что-то отсутствует, то целость – это не в голове. Если вы в голове целы и полноценные, то все остальное не считается. Калеки – это те, которые подъезжают на какой-нибудь дорогой машине к спортзалу, паркуют ее на парковке инвалидов, берут свой спортивный мешок и идут в спортзал. Вот это люди не целы, это калеки. А вы абсолютно целы, абсолютно здоровые люди, просто нужно вам чуть-чуть больше времени позаниматься. Да, заниматься. Теперь бегать не, знаете, как, когда служишь, там, хочешь в десанте, так теперь тебе надо бегать не 5 километров, а 10 километров. Вам надо просто теперь пробежать 10 километров. У нас есть такая традиция, где мы можем награждать тех людей, которые мы считаем, заслуживают это наградами, нашими личными жетонами. Это от меня. Спасибо вам. Здесь написано, что это от меня. Здесь мое звание за ваши заслуги. Это мой Legion of Married медаль, которая для меня имеет очень большое значение. Спасибо. 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 Спасибо и желаю здравия. Слава Украине. Героям слава. Слава Украине. И смерть ворогам. И Украина будет все. Спасибо большое всем. Переможем. И силой. Спасибо. Слава нации. Смерть вас в жизни, пидор. Это мы точно не вырежем. Спасибо.